Привет, новаторы! Это та часть помпезного необъятного дворца, который ни разу не засветилась в том бесконечном потоке фото и видео, льющегося по миру из Минска больше суток. Личная территория белорусского президента. Где-то за углом кабинет, прямо по коридору библиотека, чуть выше этажом его покоя и резиденция для высоких гостей. По диагонали такой же блок гостевой. Ну там больше он. Если, допустим, с официальным визитом Владимир Ильич Путин, то он там останавливается, к примеру. А, да? Да, да. Эти обычно немноголюдные 50 тысяч квадратных метров, сверкающих позолотых, хрусталя и мравора, пару дней назад оказались как нельзя, кстати. В Минске вроде как даже говорят, что теперь нет сомнений. Солидный дворец независимости в столице даже ради одного такого события можно было построить. Но, кажется, до сих пор президент Лукашенко, ну, как полагается батьке, страдает. Места много, а получилось, что ютились в дворцовых закоулках, да еще и не спали. Нож не спали, и все это так бурно все происходило. Поэтому как-то нельзя войти в режим. Вот проблема. Войти в режим, судя по оставленным флагам в холле, красной дорожке, табличкам в официальном зале, пока не только президент не может. И чем дальше от его этажа, тем больше разговоров, как это было, почему именно так, и что эти стены скрывают. А полы у нас не греются. Сразу вам скажу. Эту девушку по имени Наталья в тот вечер ночи и утро мог не заметить только слепой. Здесь говорят и Алант, и Порошенко, и Путин, ну и сам Лукашенко, вот уж точно о чем не стали бы спорить. Ну, просто красавица. А еще к тому же и пресс-секретарь белорусского президента, конечно. Свою первую экскурсию после тех событий она решила почему-то начать именно с этого. Журналистов тут грели не полы, а особо теплая обстановка. Про море спиртного расскажет президент. Она ни слова. Ну, у нас у славян так принято. Приехал гость, ну как же он просто так приехал, и его не угостить, не накормить. Что касается спиртного, кто-то хочет выпить, кто-то хочет взбодриться. Чем дальше была стрелка часов, заходила ближе к утру, тем ниже были сползающие журналисты. В общем, все как-то сразу пошло вразрез протоколу. И теперь тут многие думают, именно это, возможно, и помогло спустя 16 часов все же подписать соглашение. Присаживайтесь. Я после этого вам скажу, что они не сидели за этим столом. А, не сидели? Да, так что вы зря присели. Они сидели, вот, соответственно, вот просто в этой зоне. Да-да, это та самая зеленая комната, откуда просочились первые снимки. Вот Алан и Меркель, напоминающие взволнованных родителей. Владимир Путин, похожий на директора школы. И, не желающий отвечать на вопросы, Петр Порошенко. Приехал Порошенко, после этого Алан с Меркель, после этого Путин. Мы всех привели их сюда. Здесь они, там, делегации, они сняли верхнюю одежду, поздоровались друг с другом. И тут-то мы должны были их отвезти в специально предназначенное для этого место. Но случилось то, что случилось. Они сами, лично, подвигали мебель, которая здесь стоит, вот эти зеленые диванчики, развернули вот эти кресла и остались здесь. И ведь мало того, что лидеры четырех государств отказались прийти в официальную комнату с большим круглым столом, они тут же умудрились найти себе еще более укромное место. Они сами себе обнаружили вот эту комнату нашу. А, да? И уходили вот сюда. То есть сами нашли? Да, сами нашли. Интересно. И вот здесь вот, вот здесь вот, они общались вчетвером. Знаю точно, что вот основные переговоры, такие вот именно самые-самые узкие, я так понимаю, самые, может быть, сложные, может быть, сокровенные, они вот именно здесь проходят. Это только теперь станет ясно, как так вышло, что всю ночь федеральный канцлер и три президента вынуждены были ходить мимо древнющих журналистов, да еще без охраны. Внутри ведь нет туалетов. Он раздавался скрип двери, и все вскакивали, а это очередной президент выходил в уборную комнату. Это было постоянно, это происходило каждые полчаса. Опытный аппаратчик Александр Редько, который уже много лет работает помощником Александра Лукашенко, до сих пор не скрывает волнения. Высокие гости ведь время от времени оказывались не только без удобств, без горячей еды, но и без переводчиков. Меркель хорошо владеет русским языком. Путин говорит по-английски. А Путин говорит по-английски. А Ланд владеет английским. Поэтому, в принципе... Ну и Порошенко, как мы слышали много раз, как он владеет русским. Да, поэтому, в принципе, у них возможности... Они нашли общий язык. Они нашли общий язык. О том, как они искали этот самый общий язык в минуты переговоров в широком составе, в том самом зале, где было снято всего несколько видеокадров без звука, тут знают только эти двое. Штатные переводчики-синхронисты администрации белорусского президента. Дмитрий, он слушал Аланда, и Сергей, его объектом была Ангела Меркель. Никакого давления с любой из третьих сторон, если мы берем отдельно Францию и отдельно Германию или вместе, как хотите, никакого давления не было. То есть это была функция медиаторов беседы, посредников, которые, как и любой посредник, должен беспристрастно руководить, если хотите, рулить, можно так сказать, беседой. Но на самом-то деле в этой тесной кабинке они слышали всех. И особенно четко двоих, кто общался по-русски. Эта напряженность действительно очень быстро снималась. Чаще ли делал это Путин, или чаще это делал Порошенко, но она снималась достаточно быстро. И это было приятно. В общем, тогда ночью многие с облегчением вздохнули. Язык общий нашли. Но что будет дальше? В этот пятничный вечер отоспавшийся и отдохнувший Александр Лукашенко, в отличие от своих подчиненных, поначалу не очень хотел делиться секретами. Но все же пришлось. Ну вот, например, кто на самом деле курировал эту Минскую встречу? Мы договаривались с Сочи, когда он мне сказал, попросил, говорит, а сможешь ты, вот ты же здесь, тебе завтра надо ехать, сможешь ли ты организовать? Это же непростое дело с точки зрения безопасности и прочего. На что я ему, слушай, успокойся. Ну ты же знаешь, что в Беларуси могут все, мы все сделаем на высшем уровне. Зачем незадолго до переговоров звонил Владимиру Путину, который только-только вернулся из Египта? Я ему звонил, тем не менее, утром, ну как, как, ну нормально, вот прилетел, даже отдохнуть не успел. Я ему рассказал, как договаривались, что вот это сделали, это сделали, даже дырки на асфальте заклеили. Я говорю, полтысячи журналистов. Интерес колоссальный. Но, наверное, ты, говорю, не отследил, в интернете там и другие, уже начинают брасывать. Путин там, плюнет на все и так далее. В смысле, Путин плюнет и не приедет? Да. Вот я ему это все рассказал, я уже говорю, я тебя жду в Минске. Он, да, 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 да. Почему был уверен, что, несмотря ни на что, эта встреча в Минске состоится? Я же разговаривал с Владимиром Владимировичем, я с Порошенко в контакте был. Это тоже была моя работа, ввести его в курс дела, что-то сказать, подсказать, свое высказать. Но Путин ему послал очень приятный и сильный, серьезный месседж по после вот этому военному устройству этих территорий. Я ему это передал и свою позицию высказал. И о чем сейчас, когда до сих пор неизвестно, прекратится ли огонь в ночь субботы на воскресенье, хочет снова поговорить и с Порошенко, и с Путиным. Мне всегда хотелось, и сейчас еще больше хочется сказать, ребят, давайте сядем и на деле. Вот мы втроем, без всяких посредников договоримся, как мы прекратим эту войну, если мы хотим ее прекратить. Как понять и как оградить вот этих людей, которые многие идейно воевали за свою землю. Вы же понимаете, что это Захарченко, Плотницкий, как бы к ним не относились, а вдруг они от души, как с ними договориться. Многие из тех, кто работал во дворце независимости, до встречи нормандской четверки, во время ее, и продолжает работать сейчас, даже не пытаются думать о том, что все было зря. Они ведь столько всего для этого сделали. У нас формат был, как бы все было так вот непредсказуемо, понимаете, и дело в том, что приходилось много мелких закусок делать, буквально на этот бокальчик, вот той же Зубровки, что-то, кусочек сала, там, кнопка какой-нибудь, и это приходилось делать очень оперативно. Личный шеф-повар президента Лукашенко сейчас впервые сознается. Со своей коллегой по кухне Ольгой, которая единственно имела доступ во все тайные комнаты, где заседали лидеры четырех государств, мысленно разработали свою спецоперацию. Приседайте, конечно, попробуйте себе в роли первого лица. Первой частью этой спецоперации были, конечно, эти самые белорусские деликатесы. Франсуал Ант как-то сразу запал на драники со сметаной, а Ангела Меркель не могла отвести сначала взгляд, а потом и руки от сала. Но главное было в другом. Ситуация была напряжена, и всем надо было расслабиться. И тут мы вспомнили про наш замечательный заколдованный напиток. Они не отказались, хотя, в принципе, сопротивлялись. Я же говорю, что господин Порошенко очень не хотел переходить на спиртные напитки, но мы настояли на этом. Знаток своей собственной кухни, он же шеф, он же президент Беларуси, об этих откровениях своего персонала сейчас ничего не знал. А если признал, то вряд ли стал отпираться. В большой политике столько мелких нюансов и деталей. У него напряжение было дикое. Самое сильное напряжение было у Петра. Я же наблюдал за этим. Но они и вдвоем, и втроем. Бегал и своими советовался, военным звонил. Поэтому, если бы даже он пару румок выпил и расслабился, не грех было. Когда мы расставались, я у него спросил, Петр Алексеевич, ну, ты доволен всем, что... Он говорит, ну, мы сделали максимум. Очень трудно будет работать с ним. Потом шутка. Говорит, да нормальные они ребята и в Донецке, и в Луганске. Договоримся. Он засмеялся. Ну, говорит, твой бы оптимизм всем. Перед самым прощанием он успеет сказать, что очарован Оландом и Меркель, но в гости к ним при этом не собирается. О том, что много уроков извлек из этих украинских событий. А еще о том, что он, кого еще недавно называли последним диктатором Европы, не собирается даже в этом новом, комфортном и со всех сторон выигрышном амплуа миротворца добровольно из власти уйти. А вдруг еще пригодится.